Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться некоторыми моментами по доработке каналов, то есть так называемому портингу 8-клапанной ГБЦ от Калины. Данные хитрости будут применимы не только к 8-клапанным головкам от Калины, но и в принципе к любым другим доработкам иных головок. Итак, самая главная ошибка многих тюнеров состоит в том, что они берут шаровую фрезу, которая правильно называется сферическая фреза, но сейчас не об этом, и они берут и тупо проходят канал одинаковым сечением от и до практически. Ну и с моей точки зрения это является неправильным, как минимум потому, что канал имеет неравномерную окружность по всему своему сечению. И профиль самого вот этого канала, он специально выверяется таким образом, чтобы у него была хорошая продувка, во-первых, во-вторых, вот в случае впуска для того, чтобы он еще правильно создавал завихрение в камере сгорания. То есть, либо вихрь, либо там еще есть некоторые схемы про то, как впускной поток будет дальше завихряться в камере сгорания. Потому, если вы не имеете продувочного стенда, как и большинство тюнеров, то лучше не допилить канал, чем его перепилить. Вот такая нехитрая мудрость. Потому, для доработки я использовал такую штуку, как дремель, он же гравер, он же бормашинка. И набор вот таких вот абразивных насадок. На самом деле у меня их больше, но плюс-минус, чтобы вы понимали, какой конфигурация. Больше всего мне понравилось вот такой абразивной насадкой работать в канале. Она, ну, то есть, это сферическая. Она равномерно убирает, и очень деликатно достаточно можно работать. Для каких-то крупных литиевых дефектов, ну, то есть, там, где пару миллиметров нужно снять, либо просто облой какой-то, либо фаску, я использовал вот такую карбидуольфрамовую борфрезу. Хвостовик у неё тоже 3 миллиметра, как и у тех абразивных насадков. Итак, по доработке. Первый, самый важный момент при доработке, это где-то 2,5 сантиметра вглубь канала относительно седла. То есть, это самое-самое критичное, что есть при доработке каналов. То есть, дальше сам канал не так принципиален, как вот эти вот 2,5 где-то сантиметра. Ну, по крайней мере, так указывается в американской литературе. Первый момент, который вы должны сделать, то есть, вы берёте канал и пытаетесь его максимально сгладить, ну, равномерно, чтобы оно не было резких перепадов, ступенек и прочей ерунды в канале. Также критичный момент, то, что там, где канал начинает переходить в седло, он должен быть ровным. То есть, там не должно быть никаких загибов, перепадов, либо наоборот углублений. Ещё такой момент, ну, тут вот даже можно заметить, что у меня есть вот такие вот риски. Это всё дефекты заводской обработки. К сожалению, при обработке сёдел канал был немножко туда дальше пропилен фрезой на заводе. И получилось так, что вот эти вот дефекты, к сожалению, сгладить не получится, иначе у нас будут, ну, большие ямки тут, если вы попытаетесь это сделать. То есть, лучше не дозапилить что-то, чем перепилить и в итоге сделать ещё хуже. Основной момент, то, что вы стараетесь посглаживать эти все дефекты литья, либо там выступы всякие, ну, в общем, о грехе массового производства, как любит говорить Евгений Травников. Ну, кстати, я с ним в некоторых местах не согласен по доработке ГБЦ. Опять же, он любит шаром там пропиливать, но это такое. Также, как видно, прилив под направляющую, как он любит говорить, я оставил. Оставил по той простой причине, что, опять же таки, в американской литературе указано то, что этот прилив, на самом деле, никакой не прилив, а специально сделанная штука, которая направляет поток вдоль направляющей. Также ещё один такой момент небольшой, то, что если вы меняете направляющую, то советую вот этот вот стык, ну, кромку саму, которая торчит в канал, немножко сгладить, можно, конечно, проточить, но в моём случае тут стоят чугунные направляющие, потому протачивать их нежелательно. Я просто немножко скруглил кромку острую, которая торчит в канал, это тоже позитивно должно влиять на продувку. Ну, как видно, у канала некоторая шероховатость всё равно осталась. Это, в принципе, хорошо даже, поскольку имеется такой эффект, как пограничный слой. То есть, когда канал будет идеально отполирован, скорость потока в таком канале будет хуже, чем в канале с равномерной небольшой шероховатостью. Ну, это из аэродинамики. Выпуск, в принципе... Сейчас, секундочку. Вот выпускной канал тоже, видно, обработан. Но также без приколов производства не обошлось. Вот в этом канале. Как видно. Надеюсь, будет видно. Ну, в общем, здесь выровнять особо ничего не удалось. По той простой причине, что канал находится... Ну, как... Диаметр канала больше, чем диаметр седла получился. То есть, здесь они что-то так на заводе обработали, что в итоге получилось всё наоборот. То есть, как вы не стараетесь, но выровнять седло с каналом у вас не получится, к сожалению. Так что есть и такие моменты. В принципе, тут видно вот... Обработку. После доработки камнями, там, борфрезовыми мелкими, я прошёлся вручную наждачкой 80-кой. И это, в принципе, достаточно. Выпускные каналы ещё дополнительно немножко обработал. И убрал шероховатость для той штуки, что в выпускных каналах просто... Чтобы меньше нагар образовывался. Для впускного канала это вообще не критично. Дальше, после доработки канала в районе седла, вам нужно будет доработать его дальше. Ну, то есть, там просто равномерно убираете все неровности, дефекты литья. Сейчас я покажу вам. По крайней мере, постараюсь. Ну, то есть, проходите эти все штуки тоже, скругляете это всё дело, но при этом сохраняя форму канала, изначально которая была с завода. Если вы это всё равномерно сделаете, и при этом контролируете диаметры каналов, то, как пишет, опять же, заграничная литература, продувка у вас станет лучше, даже без проверки на стенде специальном, который измеряет, насколько у вас каналы в головке продуваются. Также впускные каналы можно ориентироваться, насколько их равнять по прокладке. То есть, берём старую прокладку, ставим среднее положение, а по литературе получается то, что пишется, что несовпадение прокладки и канала должно быть не более 0,5 мм. Ну, потому что прокладка, она, видите, двигается туда-сюда. То есть, если просто запилить его вровень с прокладкой полностью, чтобы она идеально становилась, всё равно прокладка может быть немножко смещена куда-то, и в итоге вы с чем боролись, на то и напоролись, что называется. То есть, всё равно будет ступенька у вас, ощутимая. А так, в принципе, этот эффект негативный минимизируется. Также важный момент, то, что выпускные каналы не надо никоим образом совмещать с прокладкой, не с выпускным коллектором. Здесь должна быть обратная ступенька, так называемая. Она служит для того, чтобы убрать негативный эффект от обратной волны, которая будет отражаться при выходе газов из выхлопного канала. Ну, чтобы она не заходила обратно в выпуск. Вот. А с помощью этой же прокладки также можно совместить каналы на впуске. То есть, вы, поставив эту прокладку и отметив положение впускного коллектора, ну, вот этой нижней части, его алюминиевой. Потом ставите сюда прокладку эту, ловите среднее положение, ну, как-то таким образом. и дорабатывайте каналы таким же макаром, чтобы у вас не было здесь ступенек. И тогда коллектор и сами каналы в ГБЦ будут относительно хорошо совмещены. Это тоже добавит немного продувки. Также важный момент при доработке ГБЦ, особенно восьмиклапанных, да и любых, в принципе, вазовских головок, то, что у них с завода идут только лишь фаски рабочие в 45 градусов. Это не самым лучшим образом влияет на продувку. Вот. В данном случае я отдал на доработку на станок специальный, который нарезает это всё дело. На впуске мне сделали 4 фаски. Я точно не знаю параметры, но обычно там идёт около 30-45, то есть, рабочая фаска, и 60. Но тут ещё одну добавили мне. На выпуске здесь 3 фаски. Это позитивным образом влияет на продувку каналов. Также клапана я не облегчал, поскольку рабочие обороты двигателя я решил оставить до 6000. Это обычный гражданский двигатель, это не спорт никакой, драг-рейсинге я тоже не собираюсь участвовать. Просто обычный городской двигатель интересный немножко. А вот клапан доработан следующим образом, то есть, у него вот есть заводская фаска, и сделана проточка в 30 градусов за ней, то есть, на нерабочей части. Ширина этой проточки должна быть не более миллиметра, фаска под 30 градусов, ещё раз повторюсь. Это улучшает аэродинамику клапана и увеличивает продувку на средних подъёмах клапана. Также хочу отметить, что средняя продувка на средних подъёмах гораздо более критична, чем на максимальном подъёме клапана, поскольку у вас за рабочий такт клапан в максимальном подъёме находится лишь один раз, а в средних подъёмах два раза, потому потому это более такая важная штука. Также после всех этих доработок обязательно отшлифовать плоскость, для того, чтобы у вас прокладку не выдувало и всё было герметично. И на этом в принципе всё. То есть при соблюдении таких нехитрых манипуляций я думаю у вас двигатель будет ощутимо лучше работать и показывать какие-то результаты. Всем спасибо, благодарю за внимание и пока. Субтитры Субтитры